дорогие друзья здравствуйте маленький обзор назовем эту рубрику короткие размышления на очень интересную тему тоже делать нам верующим православным как нам относиться к спорту к партии там к футболу и так далее очень часто мы можем слышать не при пренебрежительное отношение с раздражением и даже осуждением и даже неприязнью друзья давайте-ка чуть-чуть об этом поговорим надо заметить что апостол павел использовал очень яркие образы в своем языке об этом тоже можно сделаем короткую беседу очень яркие которые переведены у нас довольно тускло зябко и вообще без эмоционально а иногда и они граничили просто граничили на грани фола были эти термины терминологии что же тогда про спорт каждые четыре года подалеку от коринфа проходили олимпийские игры мы находим эти сведения в древних свидетельствах их очень-очень много это исторические заметки никак не какие-то идеологические конечно же масштабы этих игр были не такими как теперь людей все-таки было меньше но основные составляющие современных игр были такие же всеобщее ликование тренировка соперничество подготовка города атмосферы праздника слезы проигрыша и конечно ликование победы и вот апостол павел постоянно используют эти образы в своих письмах хотя все эти игры были языческими и конечно же апостол павел не поддерживает этим язычество но надо же понять что человек любой человек создан богом любой его вот эти искренние эмоции его желание прийти первым на ресталище это чисто человеческие вещи которые тоже даны богом потому что человек он существо достаточно активное достаточно страстная и страсти свои хорошо бы направлять в нужное русло что это значит если человек горит сердцем он горит во всем он не может быть чем-то холодным любом каком-то деле холодный а здесь я буду гореть нет если человек равнодушный теплый как говорит нам христос устами иоанна богословат он не угоден богу а горячий человек такой как был апостол павел посмотрите какой горячий он был в проповедях он горячий во всем и конечно есть определенный азарт другое дело что приоритеты расставлены мы знаем что все радости дал нам бог когда мы радуемся ликую мы поднимаем глаза к небу господи слава тебя спасибо тебе за эти маленькие радости потому что я очень-очень люблю человека люблю его радости ты я знаю любишь тоже когда человек радуется то есть какое здесь заключение любое дело можно дать или музыка зависит от того ключа музыкального который поставлен в начале до на музыкально но вот на музыкальном стане также и все другое и радости наших соревнований состязаний какие-то культурные моменты какие-то картины если пишутся они ради гордости ради самовозвеличивания то они конечно противны не сами картины противны богу а состояние сердца горды если человек хочет чего-то добиться для того чтобы показать возможность своего своей души своего тела это одно и отсылая всю славу за это богу когда человек ищет другого гордости над менее то сердце гордо надменное будет осуждено не то что он занимался там шахматы или какими-то играми а то что он надменный это будет осуждено друзья так что очень важен тот ключ который мы ставим к любому нашему делу а ключ это бог приоритет бога всего и во всем он дал нам много-много радости в этом мире и мы должны его благодарить за это и так апостол павел говорит христиан готовит как спортсмен спортсменов готовит тренер вот у него очень-очень много такой терминологии он говорит вы знаете обращаясь своим христианам которых он группы которых церкви создавал на местах где бывал и где у него были его ученики вы ведь знаете что в соревнованиях побегу много участников но только один становится победителем потому бегите так чтобы получить награду это он говорит первым посланием коринфянам слова 9 почему он это говорит коринфянам только что мы сказали что рядом с коринфом проходили олимпийские игры коринфяне очень серьезно подходили к олимпийским играм к этим вот играм и о диетах и усиленных тренировках знали еще тогда все кто готовился к играм и вот этот вот бег вот эта подготовка себя очень близко подходит к тому образу как человек должен принимать чтобы нести христианскую миссию чтобы выполнять вернее христианскую миссию здесь нужно действительно и бежать и достигать цели и искать победы что здесь была победа для миссиан для апостолов каждый обращенный ко христу душа вот еще его выражение из первого послания коринфе каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает это ради получения тленного венка все здесь тлен вот приоритет говорит об этом павел мы же стремимся к венку нетленному вы представляете как мы должны быстро и хорошо бежать чтобы получить венок но нетленный кстати очень часто павел использует метафору бега видимо это был его любимый вид спорта и как нам себе вообще представить боксирующего святого апостола павла который борется за олимпийскую награда видимо он это знал потому что пишет опять-таки коринфянам поэтому я не бегу биццельно и не бью кулаками по воздуху вот термин бокса нет я тренирую свое тело подчиняя его себе чтобы извещая радостную вещь другим самому не оказаться недостойным награды если спортсмен ради спорта вот ради больше ничего не надо если ты не его работа если он не знает богом вообще непонятно чем он занят это будет совершенно бесцельное сотрясение воздуха мы же христиане говорит павел знаем что мы делаем почему мы машем кулаками то скажем не бесцельно опять-таки послание филиппийцам апостол павел использует метафору из легкой атлетики это достаточно сложно переводится на русский язык это выражение но если вот так привести перевести приблизительно он хочет что все кому он пишет вот филиппийцам работали вместе что буквально означает играли вместе на одной стороне соревнованиях по легкой атлетике вот это буквально переводится так эта фраза ночи любил спорт мы это видим но это и так любя спорт он никак не ушел от бога потому что все это дает бог все эти радости когда тело подчиняется тебе когда ты можешь добиться какого-то результата это приносит радость во славу богу вот он пишется я знаю что вы вместе стоите твердо за веру основанную на радостной вести вера основана на радостной вести друзья запомните давайте на это обратим внимание на чем-то другом воскрешение это подтверждение что радостная весть она от бога это только подтверждение в цель же прибытия бога как он сам будет радостная весть и что вас не пугают противники это выражение греческое у нас приведено немножечко на другой манер если мы смотрим сам греческий язык на котором написал павел то это будет выглядеть не пугайтесь противника не бойтесь противников как это то выражение которое всегда использовали тренеры для подготовки своих спортсменов очень осторожны так он пишет кремли нам используя опять-таки термин термины бега и так я спрашиваю может быть они споткнулись чтобы упасть навсегда то есть бегун может споткнуться и не прийти конечно первым конечно же нет говорит апостол павел но их падение принесло спасение язычников то есть говорит о идеях о иудеях говорит римлянам язычникам которые должны возбудить ревность в их самих то есть в изрелитянах это римный послание кримина 11 глава если мы будем читать текст очень внимательно и видеть то что в нем написано сочинять и не придумывать как бы интерпретируя так как нам бы хотелось то мы вдруг увидим что живой язык у павла очень живой очень насыщен жизнью не какой-то вот то пустотой и каким-то монотонным плачем и больше ничем именно жизнь это был очень живой очень активный человек он был спортсменом и очень родносторонним спортсменом это мы видим во всех его письмах друзья можно сказать что павел всегда совершал бег он стремительно несся в своей жизни и именно тогда на пути дамаск павла настиг можно так сказать христос этот бег он усилил сделал его вообще невозможным остановить никто не мог его догнать так что нельзя сказать что до этого павел был статичен нет его удержение усилилось позже но постоянно был в беге и в конце своей жизни он же писал тимофею подвигом добрым я подвязался бег свой совершил веру сохранил можно сказать что это был забег веры всех обнимаю радости познания